Ребят, сейчас еще чуть-чуть знаний, да, это не теория, это именно знания, да, они сейчас теоретические, но на какую тему они? Вот мы с вами пишем наш проект, да, уведомления, часть, дискуссии и так далее, да, нашу социальную сеть. Это может быть и обычным сайтом, и социальной сетью, в общем, во все что угодно можно превратить. Вы, наверное, до этого читали разные источники, и примерно было так, то есть, вот мы написали модель, сейчас мы напишем функцию. А вот меня лет 8 назад, когда я читал, меня интересовало, а почему функцию, почему не класс? Я думал тогда, прошли годы, на сегодня я четко ответил всем на вопрос, на самом деле автор, который пишет, ему просто либо удобно, либо он другого не знает. Но это сильно вас ограничивает. Вот смотрите, вы собрались делать дома ремонт, да, ведь вы идете там в магазин и поглотило вас это, да, там, это же не только там выборка обоев, это там и покраска, это там и дизайн должен какой-то включать, и вы просто в эти размышления идете в магазин, там думаете, да, вы размышляете. А тут, если вы открыли курс и смотрите, мы напишем функцию, функция делает то-то, то-то, то-то. И все, и загнали вас в рамки. Другой начал с классов и пишет классы, да, там написали класс, класс делает то-то, то-то. А возникает вопрос, а почему функцию, а почему класс? И в конце концов мы наконец-то докапываемся. А какие вообще критерии, какие нам инструменты Джанго предоставляет совместно с Пайтоном? Что мы можем использовать? И потом следующий вопрос у нас возникает, правильный, а когда мы это будем использовать? Так вот, сейчас, даже если вы совсем новичок и вы увидите много кода сейчас, не пугайтесь, не пугайтесь. Сейчас важно уловить идею, потому что надо заложить эти принципы, чтобы у вас было понятие, что размышлять то можно. Только есть один маленький совет, который вы сейчас уловите на практике. Ребят, смотрите, ведь я говорил, что вот идут начальные уроки, да, и мы изучали, допустим, листвью, да, где мы конкретно занимались чем, абсолютно верно, переопределением. То есть, вот если вы это изучили, то дальнейший материал для вас будет понятен. А тот, кто не изучил, для вас будет сложновато, да, значит, надо пойти изучить, но все равно сейчас дослушать, это понятно. Но для вас часть будет просто словами. А для тех, кто изучил, мы уже коснулись методов выборка моделей, то есть для них это будут уже какие-то фразы, которые несут информацию. Но сейчас, я сказал, и для тех и других важно заложить основы. Итак, поехали. Первое. Смотрите, мы с вами, мы с вами. Сейчас. Будем писать и функции, и классы. И классы, и функции, и разные. Сначала давайте подумаем, когда пишется функция. Раньше вообще только в основном функции писали, классы были слабее развиты, и было мало опыта, и поэтому все писали функции удобно. А удобно ли? Ребята, смотрите, вот мы берем код, да, пока, даже если вы его не понимаете, это сейчас не важно, сейчас важный принцип. Я думаю, уловили. Теперь смотрите. Давайте на таком примере рассмотрим. У нас есть статья. В данном случае у нас есть лайк. Без перезагрузки страницы. То есть, это мы должны с Жанго связать с Аякс. Этому мы научимся. Но здесь очень все конкретно. Нам надо получить, нажать на кнопку, получить лайк, еще раз нажать на кнопку и убрать лайк. Все. В данном случае, ребят, логично выбирать в любом случае функцию. Почему? Потому что все понятно. Здесь нечего дополнять ни потом, ни сейчас. Здесь все нажал, получил. Здесь тогда мы выбираем функцию. Что я сказал? Вы, наверное, уже поняли. Когда все действия понятны. Добавить, удалить особо здесь нечего. Принцип понятен. Код мы сейчас не будем рассматривать, чтобы не затягивать видео. Мы все равно его будем прописывать. Возможно, немножко по-другому. Итак, когда действие простое, когда есть законченная мысль, то есть, и когда действие полностью понятно, мы выбираем функцию, и оно небольшое. Оно небольшое. То есть, одно действие, одна функция, одна идея. Поставил лайк, убрал лайк. Поставил, убрал. Все. В данном случае логично выбирать функцию. Простые действия. Это можно было написать и на классе. Ребят, ведь я не говорю, что вот делай только так. Так, я просто рассказываю, чтобы было на что-то опираться вам сейчас. Но мы будем писать и классы. Так. Мы будем писать и классы. Классы. Да. Когда же выбираются классы? Ну, во-первых, для простых действий можно выбирать классы, чтобы не заморачиваться. Тоже согласен. Просто это все короче, чем функциях, проще. И Жанга все вообще за нас делает. Во-вторых, во-вторых, классы, мы с вами изучили, имеет, Жанга рекомендует определенное количество методов, которые мы можем переопределить. Методов намного вообще больше. То есть здесь мы с ними уже работали. И тот, кто был в школе, их уже отлично знает. Но давайте-ка же проговорим все-таки сначала, да. Итак, классы мы выбираем, когда точно знаем, что проект расширяемый. Если мы пишем, пусть блок, пусть социальную сеть, но там имеется много функций, это уж точно, это ваше не последнее действие. То есть вы думаете, вы планируете, что будете расширять. Одни скажут, да мы функции перепишем. Я ничего не скажу. Правильно. Но с другой стороны, а читаемость кода, а структура проекта, это тогда все в классах сделать проще. То есть, когда мы знаем, что проект будет иметь продолжение, то, конечно, надо выбрать класс. Ребят, ну понятно, что если все-таки очень простая вещь, можно писать, брать функцию, да. То есть, когда у нас расширяемый подход. А когда у нас расширяемый подход? Чем мы можем расширять? Миксинами, сейчас разберем. Удобство. А удобство в чем заключается? Удобство заключается в том, а мы с вами рассматривали подробно, да, переопределение методов ListView, дальше больше методов, но они все работают по одному принципу. Достаточно понять только одно. Значит, мы с вами рассматривали. У нас есть модель. У нас есть модель. Что мы с вами говорили, и на чем заостряли внимание, что любая модель Django содержит выборку объектов. Иными словами, методы, они правильно называются API базы данных, да, выборки керюсет, но простыми словами, это обычные методы, при помощи которых мы выбираем, что нужно, сколько нужно с базы, каким образом, как показать, как выбрать, с какого периода, все, 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 все. Так вот, в классах очень удобно есть то, что, то, что мы, допустим, сейчас, сейчас, потерял, мы знаем, с вами изучали, когда мы работаем с керюсет, мы ничего не меняем в шаблонах. Если нам надо читаемые имена, мы сразу их можем назначить. Если мы хотим ввести какое-то новое читаемое имя, то мы выбираем и легко, и легко все это сделать, где контекст, дата, да, все эти методы мы с вами уже рассмотрели. Многие могут возразить, я это все могу сделать и на функциях, можно, можно, я же не утверждаю, я делюсь, да, но однажды, когда вы поймете классы и поймете их глубоко, а что мы с вами и сделаем в курсе, вы уже функции забросите, поверьте мне, только самое, вот как мы говорили, необходимое, будете писать на функциях. Когда же мы еще выбираем класс? В первую очередь, когда мы собираемся писать миксины. Ведь если мы открываем джанго, то вообще-то это дальше идут все это, что в классах дополнено, это, по сути дела, мы смотрели все миксины, да, 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 мы с вами это смотрели, джанго само использует миксины, сейчас поговорим, что это такое. мы с вами то, это уже изучили, если мы открываем нутро джанго, если мы view открываем, если мы открываем генерик, если мы открываем лист, вот мы рассматривали, да, то мы видим, вот оно, оно поехали миксины, да, все миксины, и мы с вами исходный код на основе его допонимали документацию, здесь расписаны все методы, мы все это рассматривали, да, теперь, что такое миксин, давайте расскажем на практике, на этом примере, миксин еще называется примесью, если простыми человеческими словами, это дополнительное действие, за счет чего это возможно, это возможно за счет того, что Python поддерживает множественное наследование, иными словами, мы пишем отдельный маленький класс с какой-то, с каким-то методом, и далее, вставляя этот класс в вновь написанный класс, этот метод начинает работать, в данном случае, вот у нас, допустим, здесь один миксин включает еще два миксина, давайте бы что-то попроще сейчас рассмотрим, чтобы меньше объяснять, ну, ладно, давайте так, итак, у нас есть модель, где мы назвали овнер, обычно называют юзер, овнер, ну, кто как, овнер нашего пользователя, в данной модели мы видим идет таблица отношения многие к одному, к стандартной модели джанга, которая имеет логин, пароль, фамилию, имя и так далее, то есть эта модель есть, представьте ситуацию, когда мы пишем, сейчас я посмотрю, на чем рассказать, вот берем вот это, да, менеджер курса листвью, иными словами, вот это, на вот это название можете не смотреть, просто слушайте меня, это может быть блок, это могут быть картинки, когда мы хотим увидеть нечто определенное, вот вывели все картинки, а мы хотим увидеть, ага, а вот моя картинка, я могу редактировать, отлично, то есть выделить по конкретному пользователю, значит, что мы можем сделать абсолютно верно, мы пишем миксин, который, какова его цель, выбрать записи по конкретному пользователю, иными словами, это старый код, раньше так писали QS, то есть керюсет, что переводится, иными словами, что здесь применяется, метод супер, я вам когда-то говорил в курсах вот в этих, мы изучали с вами керюсет, я вам говорил, ребят, запомните простую вещь, когда вы переопределяете метод, то используйте метод супер, не не сомневайтесь, почему, тоже объяснял, но сейчас повторюсь в нескольких строках, откроем исходный код, найдем этот метод, смотрите, ну, если вам интересно, то здесь все просто написано, основное, что здесь надо прочитать, это то, что он, во-первых, проверяет класс керюсет основной, далее мы видим, что выводятся все записи по умолчанию, иными словами, мы с вами, когда знакомились API керюсет, вот он, метод метод аль, то есть вывести все, да, выводят все записи, и применяется здесь стандартный менеджер, обжиг, да, которого мы сейчас коснемся, модель дефолт менеджер, возвращает тоже керюсет, но мы говорили про супер, вот у нас здесь куча методов, когда мы применяем супер, мы определяем родителя, если очень простыми словами на обычном человеческом языке, когда мы указали супер, и указали гетки рюсет, то изменения коснутся только этого кода, весь остальной код будет проигнорирован, то есть изменения его не коснутся, именно для этого мы указываем метод супер, очень часто метод супер, если не часто, а вообще повсеместно применяется например в дископных приложениях, когда там графические интерфейсы, мы там пишем нажатие кнопки, пишем супер и указываем кнопку, то есть все действия будут происходить только при нажатии кнопки, рядом кнопка если я нажимаю это действие не затронет, то есть простыми словами вот так супер, потому что зачастую люди говорят, что вот я уже пишу программу, а что такое супер не понимаю, ну ладно, так вот вернемся к этому куску кода, он выбирает сам метод детки ресет, то есть мы его переопределяем, в данном случае мы видим в исходном коде по умолчанию был указан метод аль, иными словами вывести все, в данном случае мы его переопределяем за счет чего, то есть применяем другой метод фильтр, когда надо что-то отфильтровать, в данном случае идет обращение овнер, то есть наша таблица при помощи метода фильтр, идет к памяти запрос юзер, то есть конкретному юзеру, теперь мы видим, да, и мы пишем овнер миксинг, вы если обратите внимание здесь он один и тот же, только идет в этом случае родитель выбирается правильно класс менеджер курс лист view, а как правило в методах супер выбирается именно родитель сам класс, иначе мы же хотим провести в отношении этого класса, а здесь мы пишем дополнительный миксинг, да, овнер миксинг, где тоже выбираем абсолютно тот же код, да, но теперь что мы берем с этот миксинг, это дополнительное действие, то есть при открытии страницы пользователь увидит свои записи, он их потом сможет изменять, редактировать, при этом другие пользователи, которые не создавали, они не смогут изменить запись пользователя, то есть и тогда мы можем и права навешать и все прочее, и видим курсы именно пользователя, да, мы сюда вставляем один миксинг, который мы написали, то есть выбрать по нашему пользователю, конкретно по нашей модели, второй миксинг, он есть и в Django, можно поставить отдельную библиотеку, мы ставим Django Brackers, но все это есть с 1.10 уже Django, мы просто добавляем готовый Django миксинг, который заставляет пользователя обязательно авторизоваться, то есть вы увидели, здесь в данном случае при обращении к какому-то контенту добавляются два дополнительных действия, или называются миксинг, миксинг, или примеси, да, ну, как правило, называются миксины, да, но, чтобы вам было понятно, я их называю действиями, то есть одно действие выберет конкретно пользователя, пользователь, второе действие авторизация, да, понятно, что если мы не авторизуемся, то как выбирать, поэтому система сначала, если пользователь пытается посмотреть статью, то ему говорят, введите логин, пароль, отлично, миксинг отработал, когда пользователь авторизовался, уже автоматически выбрано, да, по пользователю, и он видит, Иванов, ага, может редактировать, добавлять, удалять свои записи, пока достаточно, то есть поняли, поняли этот момент, я думаю, поняли, да, когда мы хотим расширять, ведь миксины, ребята, есть такая библиотека Пантас, ведь она вся написана на миксинах, это целый подход в программировании, я вам показал, что Джанго само внутри запрограммировано на примесях, ведь действие у вас может быть в классе сколь угодно, добавляйте, группируйте классы, большие проекты с этим вы будете писать, горе не знать, при этом функциях это недоступно, это доступно в классах, а вот в классах функции, то есть как методы, уже доступны, в классе, когда вот мы с вами проходили документацию, мы имеем четкое разграничение, то есть, понимаете, легко разбираться в проекте, мы устанавливаем имя шаблона, у нас есть возможность кересет, когда мы переопределяем без изменения параметров шаблона, то есть переменных, хотя мы можем их вообще и изменить, если нам удобнее, то есть параметры, вот сейчас я говорю информацию какую, те, кто посмотрел, понимают курсы раньше, те, кто не посмотрел, не понимают, но уловить хоть идею. еще фрагмент, то есть методы классов таким образом созданы, что когда мы их знаем, понимаем им пользоваться, у нас все расставляется по полочкам. еще есть две вещи, вот эти вещи, методы модели и менеджер мы можем применять и в классах, и в функциях, но давайте попробуем вот сюда добавить, смотрите, в класс добавляем и миксины, в класс добавляем и методы модели, и смотрите, здесь в классе получается даже вот невооруженным кладом, если не понимая, довольно внушительный список. Здесь можно добавить вот это, здесь можно добавить тоже методы модели, да, знающие люди скажут, так и шаблоны все мы напишем, а вот тут самое главное, да, ребят, мы напишем, конечно напишем, знаете, ну, как говорится, бешеные собаки сто километров не круг, а может нам надо, чтобы еще и читаемо было, а ведь если заглянуть дальше в документации, там же есть методы и по слаг, и по всем, там есть готово, дитель вью, пожалуйста, апдейт вью, пожалуйста, дэлит вью, пожалуйста, то есть все готово, ребята, что заморачиваться, проект сегодня, когда пишем понятен, через год открыли, тоже понятен, а вот функция, да, понятно, но если вы там напутаете, там, стрекороба, через год откроете, и вы будете думать, что я тут писал, и неужели это я писал, а вы начнете расширять, и потом будете думать, надо было класс взять, что я дурил голову, сейчас все переписывать надо, о, давайте вот эти вещи рассмотрим, еще две, ну, методы модели мы сразу покажем, мы их с вами уже делали, это доступно везде, но мы их тоже будем использовать, опять же, берем те же лайки, нет, возьмем попроще, то, что мы с вами изучали, getAbsoluteUrl, то есть, мы применяем метод getAbsoluteUrl по получению url, мы с вами изучали, что это тоже мы изучали, и я рекомендовал, что, ребята, вот эти вещи должны быть изучены до создания проекта, то есть, с извлечением url, а мы извлекали по Slack, с использованием namespace, getAbsoluteUrl и по ID, да, то есть, это должно быть отработано, потому что, если мы пишем проект, нам надо осредотачиваться сейчас на логике, на коде, а мы думаем, а как же нам извлечь url, ребят, ну это не серьезно, это не программирование, а мучение будет, поэтому базовые вещи мы уже уяснили, и я надеюсь, вы поступите так же, как я рекомендовал, уяснить, сделать 5-7 приложения, разобраться, в данном случае, мы применяем метод модели, почему мы можем применять его, потому что класс модели в Django, это обычный класс Python, то есть, класс Python поддерживает методы, значит, и класс Django тоже поддерживает методы, в данном случае, getAbsoluteUrl, мы с вами рассматривали, когда мы применяем getAbsoluteUrl, если нам надо точная информация, почему, потому что здесь идет, если в namespace мы берем адрес, там идет поиск, до первого совпадения, в getAbsoluteUrl идет обращение конкретно к памяти, где хранится конкретная запись, иными словами, перепутать ничего невозможно, даже, даже, ребят, при одинаковых слаг, при одинаковых слаг, если у нас, допустим, мы поставили слаг не уникальный, иными словами, у нас, у двух авторов, у двух авторов одинаковые записи, но getAbsoluteUrl излечет именно ту запись, на которую вы кликнули, почему, потому что каждая запись имеет ID, мы с вами изучали ПК, то есть прямарюкер, первичный ключ, который, в принципе, и создает на основе ID записи, которая хранится в базе данных, она уникальна, создает ПК, поэтому идет, независимо от заголовка, обращение к конкретному номеру записи, и он будет извлечен, хотя плюс мы добавляем пространство имен, и так далее, и так далее, то есть нам доступен арсенал методы модели, поэтому часть каких-то вещей мы можем на это переложить, не писать это в представлениях, а переложить то, что может сделать модель, и есть еще один момент, личный менеджер, да, давайте посмотрим, что это такое, вот я скачал как-то проект одного парня, я его тоже ни в коем случае не обсуждаю, но мне кажется, там есть немножко вот стратегии немножко не то, сейчас поймете, проект староватый, но идея хорошая у парня было, ага-ха-ха-ха, ага-ха-ха, сейчас посмотрю, по-моему, этот, про менеджер поговорим, что это такое, я и понял, почему, потому что человек пришел в Java, они обычно так пишут, ну, он огромный молодец, ну, просто давайте посмотрим, мы сейчас посмотрим, угу, здесь сам код, код не важен, есть модель, иными словами, итак, дорогие друзья, мы с вами продолжаем писать нашу социальную сеть, обращаем внимание, что это может быть не обязательно социальная сеть, это может быть обычный сайт, это может быть блог, просто если вам понадобится добавить какие-то вещи, чтобы пользователи могли взаимодействовать, то желательно о них уже знать, да, теперь, прежде чем пойти дальше, я бы хотел задать вам такой вопрос, вот вспомните, пожалуйста, когда вы последний раз вот что-то делали, не относящиеся к программированию, к программированию, своими руками, дома, на даче, в любом случае, процесс, чтобы вы не делали, был такой, вы знали, зачем это вы делаете, вы знали, из чего, выходили, размышляли, что взять для этого, что взять для этого, иными словами, у вас шел процесс какого-то выбора, к чему я это рассказал, сейчас поймете, посмотрите, начинает, человек изучает джанго, да, открывает запись, ни в коем случае, никого не осуждаю, но, как правило, вы найдете примерно там создание простого блога, и будет написано, создаем модель, далее создаем функции, вот именно создаем несколько постов, займемся созданием фронтента, и нам понадобится там два поста, дальше идем примерно то же самое, везде то же самое, что хочется новичку, хочется разобраться, вот почему я говорил вам о подделках, вы же знали зачем, знали из чего, у вас был выбор, здесь выбора нет, человек пробует читать книги, и опять он сталкивается с тем же, то есть он сталкивается с неким повторением, а ему хочется разобраться, чем отличается мой курс от других курсов, у нас упор на документацию второе, и я учу разбираться в джанго, чтобы этого материала было достаточно, для того, чтобы пойти самому, и так, нам бы хорошо заложить основы, в чем они будут заключаться, следующие уроки несколько мы рассмотрим, прежде чем писать дальше, ведь действительно, а что за арсенал есть в джанго, ведь по крайней мере, чтобы создавать, у нас возникает куча вопросов, в джанго вообще, а вокруг чего я буду крутиться, а что мне выбрать, от чего это будет зависеть, а какую стратегию выбрать, выбрать, иными словами, если брать, допустим, какую-то стратегию, мы создаем модель, мы создаем представление, мы создаем то-то, это не стратегия, это обычное повторение, и человек так может тыкаться, год, полтора, пока не начнет понимать, да, он придет к этому со временем, да, время будет потеряно, хорошо бы сразу выделить, а что за арсенал есть в джанго, и во-первых, это первое, и второе, вокруг чего здесь все крутится, ребят, те, кто только начал, допустим, это видео открыл случайно, я говорю сейчас для людей, которые идут с нуля, в джанго мы уже вошли, дальше, мы рассмотрели многие вещи, то есть для них это будет понятно, поэтому рекомендую получить доступ, spb-tu.ru, и заниматься, и так, а мы продолжим, ну даже если вы открыли это видео, посмотрите, почему, потому что по крайней мере, у вас будет представление, да, что кроме обычного какого-то повторения, в джанго все-таки есть вещи, которые дают вам возможность размышлять, дают варианты выбора, и вы действительно можете, как правильно сказать, идти в магазин и думать, да, действительно, на что мне взять класс, или написать менеджер, или то и другое, и так, с чего мы начнем, начнем мы вот с такой вещи, действительно, а вокруг чего в джанго все крутится, я сейчас не буду рассматривать варианты, когда нет моделей вообще, там вариант не стоит, там вариантов нету, действительно, там надо сконвертировать, там в PDF, тут все, все и так понятно, мы говорим, будем говорить о том, когда есть база данных, ну вот, например, если новичок будет читать, создаем модель, да, мы о модели говорили очень много, и на основе этой модели, джанго автоматически создает таблицы в базе данных, все это верно, но для новичка куча белых пятен, сначала давайте определимся с задачами разработчика, если упрощенно, то их три, разместить данные в модели, да, по сути дела, здесь написано правильно, да, но надо дополнить, если мы хотим развиваться дальше, модель создаст таблицы, все это верно, и самое важное, что каждая модель имеет методы выборки объектов, именно в этом и суть, ведь это, надо сказать новичку, это в первую очередь, да, мы создали таблицы, а что нам с ними делать? А, вот тут-то и приходит, если мы с вами создали модель, модель создала таблицы в базе данных, и каждая модель, так устроена джанга, имеет методы, то есть, API доступа к полям, дальше мы сейчас это поймем, теперь вопрос, дальше мы идем, да, когда мы идем дальше, мы, допустим, читаем, уже на другом блоге, да, где-то читаем, и смотрим, да, и там, допустим, говорится, вот, классическое, то, что сделано, как во всех книгах, смотрите, добавьте указанный код ниже, так же книги написаны, это чтобы дурить людей, добавьте указанный код, дальше, первые две строки, две строки импортируют, бла-бла-бла-бла-бла-бла, так написаны книги, это рынок, да, почему, потому что так удобно, по сути дела, возникает вопрос, а что делает этот код, вот здесь, надо добавить всего лишь одну простую вещь, мы пишем представление, для того, чтобы работать вот с этими методами моделей, давайте посмотрим пример, как мы делали, а делали мы это, работаем в Юпитере, при этом, этот парень, он не виноват, он просто использовал эту фразу, которая потенциально используется в книгах, вставьте код, он делает то-то, 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 новичок прочитал, в одно ухо вылетело, в другое вылетело, и ничего не понял, ну ничего, сделал, вроде работает, код, чуть-чуть понимаю, писать не могу на выходе, документацию не понимаю, ни хрена не умею, стоит вопрос, а как же все-таки стать программистом, вот в этом мы и разбираемся, работа со справкой, как мы делаем, вы можете открыть еще кучу записей, и все они будут похожи друг на друга, везде будет примерно то же, делаем то-то, 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 а поэтому вспомните, что я вас спрашивал, когда в начале видео я говорил, вспомните, что вы делали, ведь вы не делали так, вы думали, а из чего я это сделаю, у вас был выбор, вот этого ищет новичок, как бы разобраться в этом джанго, это все проще, теперь следим за моей логикой, ребят, смотрите, сначала мы создаем модель, саму модель создания мы уже изучили, то есть поля, все это мы просматривали документации и делали, создали модель, модель джанго, после создания, создает таблицы, это да, а сама модель, имеет API, проще говоря, метод доступа, вот в эти, к этим конкретным нами созданным полям, title, контент, дата, у нас первое поле заголовок, второе, контент с редактором, третье, четвертое даты, дальше выборка по автору, лайки, сохранение, и так далее, да, мы создали модель, джанго, уже подготовила для них методы, которые были, API доступа, называются, ну, грубо говоря, методы, теперь, что мы делаем, мы берем вот так, и берем вот так, и смотрим, вообще-то сделаем так, создали модель, мы разместили в базе данных, вторая задача наша, излечь их оттуда, как, сколько, вот именно, как излечь, и сколько излечь, на этот вопрос, как раз таки, на этот вопрос, отвечает представление, это то, что в книгах вы читаете, да, ставьте код, так вот, ребят, теперь, смотрим, вот такой пример, зачем мы пишем класс, только ради одного, надо мне развернуть, для того, чтобы, извлечь данные, из базы, из базы, нужным нам образом, посмотрите, пожалуйста, сюда, это мы тоже изучали, мы видим запись здесь, пост, пост, это наша модель, Objects, это менеджер, это метод, который умеет работать в джанго, с методами, API-моделей, и дальше, перечислены сами методы, и дальше идет, применение самого метода, в данном случае, это метод, фильтр, мы его можем найти, вот он, даже если новичку не объяснит, и он открывает метод фильтра, он в принципе не знает, куда смотреть, а нечего тут знать, читаем, args, quarks, словари и все последовательности, а мы с вами изучали в Python, что является последовательностями, смотрим курс, перечислять сейчас не буду, иными словами, на место метода фильтр, может быть абсолютно любой другой метод, получается очень простая картина, зачем мы собираемся писать представление, именно, чтобы указать в этом представлении, конкретную модель, используя возможности, встроенного менеджера объектов, то есть куска кода, который умеет работать с методами API, выбрать нужные нам записи в базе данных, с конкретной модели, в данном случае, в данном случае, мы выбираем по полю author первого пользователя, почему у нас он один, далее, мы решили, что нам надо выбрать записи по дате, в нашей модели, в нашей модели, в нашей модели, есть поле дата создания, поэтому мы берем метод, в данном случае мы читали, читали, и решили выбрать метод order by, вот он, order by, здесь как раз таки такой пример и есть, order by, в котором четко показано, что указываются поля самой модели, сложно? Нет. Но, в первом случае я специально показал, получается исключение. Смотрим справку. Почему у нас исключение? Потому что в справке мы видим, это должно быть строкой, а у нас переменная, поэтому не сработало. Добавляем, согласно справке минус, получаем уже, если здесь записи у нас белый а из первая, то в следующем белая из последняя, это наши записи, то меняем сортировку. Методов может быть сколько хочешь. Итак, вместо обычного простого объяснения, что пишем представление, вопрос зачем и для чего оно пишется, мы наконец-то получаем ответ. И давайте сейчас кое-что соединим, но ведь это только начало, ребята. Сейчас я посмотрю, где это. Вот здесь наконец-то мы можем для себя написать что-то осмысленное. Вместо того, что как обычно делают, ставьте код, это делает что-то. А вопрос зачем это, опускается. Я вам скажу честно, большинство людей просто не понимают. Итак, здесь наконец-то мы можем себе расставить. Первый шаг. Создание модели создает таблицы. Каждая модель имеет IP методы доступа. Второе. Мы делаем представление, чтобы работать с API методами моделей. иными словами излечь нужные нам записи, нужное количество и нужные нам записи. Вот в этом смысл представлений. И если мы действительно начинаем смотреть, то в каждом представлении, связанном с базой данных, мы будем именно писать представление для того, чтобы потом извлекать данные. И везде картина одна и та же. Модель, стандартный менеджер и метод. то есть модель это то, что мы создали. Стандартный менеджер это метод, это класс, который, не метод, это класс, по-моему, сейчас посмотрим. Нет, это метод. Когда мы открываем справку джанга, мы видим, на что смотреть. Обжиг. Далее мы видим класс модель. Далее через точную нотацию атрибут обжиг. Далее мы видим справку. Если вы не составите, не напишите свой менеджер, об этом мы тоже поговорим, то джанга будет использовать стандартный. То есть мы должны тогда использовать стандартный менеджер и далее можем мы получить дополнительную информацию по менеджерам. Мы это будем рассматривать далее обязательно. Менеджер, метод, который умеет работать с API моделей и сам метод и так далее. У нас начинает связываться. тогда вы видите определенную вещь, как я учу ребят. Мы открываем Юпитер и работаем вот так. Смотрите, здесь функций нет. Так вот так делают настоящие программисты. Новички как делают? Вот именно как вы смотрели записи, повторяют, пишут там целые функции. А ведь какая у нас задача? У нас задача всего лишь разобраться как извлечь данные. Когда мы разобрались как извлечь данные, тогда мы просто уже после этого пишем класс. Потому что все остальные базовые вещи одинаковы для всех представлений. Если мы не пишем каких-то иных методов. То есть прежде чем подойти к решению написания представления, нам самый главный решить вопрос для себя, что мы хотим получить, сколько мы хотим этого получить с базы и как это сделать. И это мы в первую очередь проверяем в Юпитере командной строке. Когда мы убедились, что у нас это все работает, мы можем приступить к классу. Вот так это правильный механизм. А теперь сравните, ребят, я расскажу про себя. Я когда, это был 2010 год, давно очень, вот так открывал, читал, а тогда не было русских источников. Мой вообще русскоязычный корс тогда первый вышел под Джанго. Читал. И вот так читаю, да, ну сделал, вот так, типа вот этого, создал представление, а что дальше. Так вот, то, что я вам даже в этом видео рассказал, уже человек может пойти, пойти в менеджер, мы с ним тоже уже в школе разобрались, и начать применять другие методы. Оказывается, понимаете, уже в самом уроке заложил, что делать дальше. и вот тогда, когда-то я делал, записал представление, а что дальше? Повторить еще раз, это все бессмыслится. Посему вот этот курс, написал я очень много уже курсов, заточен, и здесь, смотрите, нигде в курсах, когда вы увидите, не увидите про документацию ничего. Знаете, как люди вообще пишут? Вот ссылка на документацию, и подтекст такой, я там был, ни хрена не понял, сходите вы, может вы поймете. Именно так было со мной, почему? Потому что и сейчас вы увидите, вот ссылка на документацию и все. Я решил сделать курс, чтобы, во-первых, поставить точку, мы работаем постоянно с документацией, чтобы человек мог развиваться сам, и человеку хочется разбираться, так это мы и учимся. Вот один из участников школы пишет, я не сомневаюсь, что ваши уроки уникальный контент, он уже был хороши до любого уровня, до самого начинающего, я помню, что трудновато было, это на старом сайте, сейчас, Жанга, все по порядку. Или вот, Валера, я тут переписку закрыл, я вам доверяю, напишу, в группе расскажу сомневающихся, в данный момент у вас наиболее понятливо для новичков и начинающих курсов, это правда, не только для новичков. Но на самом деле, зачем я затеял это видео? Потому что в Жанга все намного шире, и допустим, проделав запись вставьте этот код и это делает то-то, это вас ни к чему не ведет. Но по крайней мере об этих возможностях сначала надо узнать. Действительно, а что можно сделать? Но прежде мы еще рассмотрим последнее, но уже просто проговорим. Когда мы извлекли данные и написали, дальше что и где показать. Это уже шаблон и URL. И здесь есть, ребята, очень важный момент, который тоже не указывается в книгах. А вот смотрите, в чем он заключается. Заключается момент в том, что дальше. Для того, чтобы пишем URL, будут обрабатываться с помощью URL, из модуля блок создаем сам файл URL с каталог содержания. Открывает новичок и читает. Он скопировал код, ни хрена не понял, пошел дальше. Написал шаблон, тоже ничего не понял, пошел дальше. У меня к вам вопрос. Вы так собираетесь стать программистом? Никогда! Либо пока не измените технику на вот эту. Смотрите, я порекомендовал так. Ребят, вот мы рассмотрели вход в джанго. Вторым шагом мы рассмотрели выборку объектов в URL. Чуть больше 30 уроков. Ребята, URL это вещь, которая шаблонна. Ее надо знать. Надо разобрать всего 4 вещи. Один раз и навсегда. излечения по слаг с применением пространства имен по get absolute URL и ID. Вот такое объяснение, как в книгах или в большинстве открытых статей, оно ни к чему не ведет. потому что когда вы будете писать следующее представление, у вас возникнут какие-то исключения, вы часть времени потратите на решение простых вещей, которых не должно быть. Тогда вопрос. Я открываю и говорю, ребят, ведь нам надо размышлять, вот мы пишем с вами соцсеть, нам надо размышлять о вещах выбора стратегии, что использовать, класс или функцию, писать свой менеджер, видите, я даже для вас слова начинаю говорить, которые вы сейчас не понимаете, но сейчас поймете. Использовать ли мы методы модели, опять, да, смотрите, потому что про это надо хотя бы знать, а потом уже развиваться. Да какое это все будет, ребят, вот это все, если мы сидим пыркаемся с URL, ой, блядь, у меня исключение, я не могу URL издать, тьфу ты, блядь, что это за обучение, это, ребята, тупик, тупик, извините, что ругаюсь, бывает такое, так вот, базовые вещи надо отработать сразу, вот я сделал 35 уроков, говорю, ребят, рекомендация, слаг, namespay, getabsolut и URL, айди, это хватит на все случаи жизни, научитесь извлекать, 5-7 представлений, напишите, пока не научитесь, делать только со справкой, без уроков, нам надо думать о других вещах, и там очень много мелочей, там мы рассматриваем очень много исключений, этого не должно быть, мы должны думать о представлении, один раз изучили, URL отвалился, модели разобрались, отвалились, значит, саблоны разобрали, отвалилось, нам осталось просто чудотворить с представлениями спокойно, каждый раз думать, что выбрать и все, все, ну, сложного-то ничего нету, вопрос в чем, в подходе к обучению, подход, создадим вот это, делайте так, вставьте код, это поход, никуда, программировать, не, не, даже не рассчитывайте, в большинстве своем, это я сейчас вам скажу, я, когда начинал, там, лет 10 назад, то тоже читал, напишем функцию, и все, вот, и пошел строчить человек функции, там второго смотрят, напишем класс, сейчас я понимаю, что человек просто другого ничего не умел, но ведь это называется, что, если мы не понимаем вещей, о которых мы будем говорить далее, да, то есть, какие вообще есть стратегии, как можно выбрать, что можно использовать, то получается, мы не сможем просчитать расширяемый проект, мы не сможем выбрать, что нам написать, класс или функцию, что использовать, давайте в следующем видео, по крайней мере, рассмотрим самые простые принципы по четырем вещам, когда и зачем выбирается функция, когда это нам выгодно, когда и зачем выбираются классы, когда пишутся свои менеджеры личные, использовать или не использовать методы модели, смотрите, какой арсенал в Жанго. Заканчивая это видео, очень медленно проговариваю то, что надо было с него запомнить. Мы работаем с базой. Для начала смотрим пункт 1. Вы разработчик Жанго. Даже если вы новичок, вы разработчик Жанго. Именно так считайте. Не начинающий, просто разработчик. Опыт придет. Сначала наша задача разместить данные в базе данных. В уроках мы с вами подключали базу, все это делали. Вот для этого, для того, чтобы разместить данные в базе, мы создаем класс модели. Модель мы тоже рассматривали имеет несколько составляющих, названия, откуда поля. Извлекается тоже это все смотрели. Далее имеет поля, которые состоят из переменной, где идет присваивание экземпляру классу. Дальше поля, находится папка модель и класс поля. В данном случае это класс поля chartfield. Малое текстовое поле, которое в себе имеет настройки полей. Настройки полей изменяют поведение поля. метод кроме этого модель имеет мета опции. Мета опции создают дополнительные доступы к настройкам панели. Модель может иметь методы, так как модель это обычный класс python, а класс python имеет методы. И все. А сложного здесь ничего нет, только мы подробнее рассматривали. Далее. Когда мы создали модель, Django создавала модель и разместила данные наши, которые, то есть мы будем добавлять записи в базе данных, модель создала поля, которые потом будем заполнять. Заголовок, допустим, статьи, контент сам статьи, дату создания, дату обновления, другое, другое, другое. Django в Django. В Django каждая модель имеет доступ к модели есть доступ API, которые выражаются в методах. Их много. Это называется выборка объектов. Эти методы позволяют указать, что выбирать с модели, сколько, с какой даты и многое, многое, многое другое. Так вот, выборку мы описываем в представлении. Представлением у нас может быть несколько вещей, а именно две. Представлением может быть либо класс, либо функция. При этом класс может иметь методы, это те же функции, только с первым аргументом self. У нас кстати в школе, у меня в школе есть и Python, поэтому это первичные знания. Задача класса и модели заключается в том, чтобы главное, главное, работая с методами API выборки объектов, применить их в классе или модели и получить нужные данные. Скажите, я что-то сложное рассказал? Нет. Но на самом деле все шире. Продолжение следует...